19 января был удивительный день. Я прикоснулся к миру кино. Я провел целый день на съемочной площадке в павильоне Ленфильма, где в специально возведенных декорациях Лаика Унары изучали фехтование. Сегодня опять выпуск о кино, хоть это и канал ОБСБ. Меня зовут Макс Юн. Салют, друзья. Что за набор слов я только что произнес? Унары, Лаик. Вы, вероятно, не читали произведения Веры Камши из цикла «Отбельские терны». Это масштабное фэнтезийное произведение, состоящее из пяти книг и огромного количества томов, действие которого происходит в вымышленном мире, который по антуражу и уровню технологического развития близок к Европе 17 века. Я сам только недавно начал читать и прямо сейчас нахожусь в конце первой книги. Еще раз. Причем здесь все это? Дело в том, что сейчас в России снимается сериал по этим книгам. Грандиозный проект, сравнимый по замыслу, количеству персонажей и сюжетных линий со всем известным сериалом HBO, тем, где была «Стена», «Зомби», «Драконы» и очень плохой восьмой сезон. Так уж вышло, что у меня была возможность попроситься на съемочную площадку. Я и воспользовался, и, боже, мне не отказали. А более того, пригласили именно в тот день, когда ставили фехтовальную сцену. Я не могу сказать, что я с детства мечтал стать актером или попасть за кулисье, но я люблю кино. Поэтому в здание лентильного фильма входило, испытывая некий трепет. Коридорами нас с Пашей провели в павильон, где был выстроен замковый зал, где прямо сейчас актеры репетировали сцену. Кстати, отдельно я хочу поговорить про декорации и магию кино. Дело в том, что перед посещением я видел фотографии из официальной группы проектов в Фейсбуке. И, честно говоря, они вызывали некоторое беспокойство. Дело в том, что хоть я и осознаю колоссальный труд декораторов, фотографии вызывали привкус искусственности. Подгляжу я на них и вижу. Люди настоящие, одежда на них настоящая, мебель, еда, все настоящее. А стены бутафорские. Меня это смутило. Более того, когда я пришел в павильон, ощущение ненатуральности никуда не делось. Я стоял не в замковом холле, а стал в декорациях замкового холла. А вот дальше началось волшебство и преобразование реальности. Осветители настроили свет, техники напустили дымки, и я начал верить. А когда я увидел финальную картинку, пропущенную через киношный фильтр на одном из мониторов режиссера, сомнения окончательно улетучились. Там действительно был замковый холл с огромным потолком и окнами, залитыми солнцем. Хотя я точно знал, это обман. Потолок в два раза ниже, чем тот, который рисует воображение. Да и солнца никакого нет, это же Питер. Есть хитронастроенные лампы. Мрамор и витражи тоже не настоящие, я знаю, но выглядят как настоящие. Картинка классная. Тем более, как я понимаю, картинку еще допилят на постпродакшене. Так что я окончательно расслабился и вспомнил поговорку, что дураку полработы не показывают. Но вернемся к главному. В зале 12 молодых дворян и учитель фехтования. Все при шпагах. Учитель демонстрирует важность перемещения в фехтовании, проводя учебный бой против нескольких противников. Такова суть эпизода. На моих глазах проходит репетиция. Короткая по продолжительности сцена полна сложных хореографий и фехтовальных действий, поэтому требует очень тщательной подготовки. Позже я узнал, что 20-секундный боевой эпизод репетировали месяц. За постановку фехтовальных сцен в сериале отвечает фехтовальный дуэт бритер. Виктор и Олег Мазуренко. Братья-близнецы. Они одни из лучших в России мастеров сценического фехтования. За плечами имеют опыт работы в кино, в театре и в цирке Дюссалей. Виктор и Олег преданные фанаты фехтования. И в каком-то смысле их можно назвать химоистами. В том значении, что они изучают историю фехтования и фехтбухи. Одним из главных принципов своей работы они называют аутентичность и правдоподобие. Сейчас я попробую объяснить, что это значит и почему это важно. Как я сказал, действие сериала происходит в условном 17 веке. А значит, что и стиль фехтования должен быть соответствующий. Потому что даже неискушенный зритель почувствует что-то неладное, если вдруг герой будет фехтовать в манере, присущей современному спортсмену-шпажисту. Наверняка зритель даже не поймет, что именно не так. Но ощущение натуральности будет видеться все время где-то рядом, как назойливая муха. Именно поэтому постановку боев и особенно фехтования нужно доверять профессионалам, которые знакомы со стилем конкретной эпохи и региона. Под руководством Виктора и Олега Мазуренко молодые актеры освоили архаичные стойки передвижения и приемы, свойственные итальянским школам 17 века. Но не знакомые современным спортсменам. Дело в том, что, как говорит мой друг, фехтование это непрерывная традиция. И до современных спортсменов дошло уже ограненное, оточенное знание. Далекое от того, что можно было увидеть в трактатах 17 века. Приемы 17 века остались в 17 веке, как и принципы обучения. Урок в сериале, а точнее в сцене, свидетелем которой я был, максимально далек от того, как учат в современной спортшколе, но очень близок к тому, что демонстрируют в фехтбухе прошлого. Символично при этом, что Виктор Мазуренко одновременно исполняет роль фехтмейстера в школе оруженосцев. То есть он учит актеров фехтовать, а его персонаж учит фехтовать их персонажей. Кино – это сложный, изнуряющий труд. Двухминутный эпизод снимали 7 часов, не говоря уже о том, что ему предшествовал месяц подготовки в тренажерных и фехтовальных залах. Тем не менее, Виктор Мазуренко нашел возможность дать нам короткое, незапланированное интервью. У нас канал «Историчное фехтование», «Историчное фельдмейковое бою». И вот мы рассматриваем общую тему. И такой вот вопрос. Если взять спортсмена, скажем, уровень КМС или мастера спорта по спортивному фехтованию, ну или, скажем, призеры, хемы каких-нибудь высокого уровня, с ним будет проще работать в постановке фехтовальных сцен, чем с актером? Или наоборот, у него будут какие-то навыки, которые будут мешать? Ну, скажем так, что будет не проще работать ни с спортсменом, ни с актером, потому что актер заточен на маленькую, четкую понятие сценическое фехтование, которое предполагает год в театральном, то есть это вот такой вот блок. А спортсмен, он больше физически развит и, соответственно, психологически настроен на победу исключительно в нагрудниках, в масках и на быстрое движение. То есть если перед ним, скажем, направить острую шпагу, то здесь психология срабатывает несколько иначе. Хотя, честно вам скажу, это нужно только проверять в реальном отношении двух людей, которые посредились там на... Подготовка нет, здесь другая немножко подготовка. Здесь нужно, чем и тот, и другой человек, если физически подготовлен, с ним будет просто проще работать, проще ставить. Но актер знаком с понятием постановки, а спортсмен нет. Поэтому здесь проще, думаю, что будет работать с актером, чем с спортсменом. Ну и в конце концов, актер все-таки больше мысленно, психологически запоминает рисунок. Он на это как бы застроен изначально в театре, скажем так. Существуют ли какие-то базовые принципы эталонного поединка? Ну вот, скажем, я все время слышал, что Доджо Кичана, когда там снимали единоборство, там снимали одним образом. Когда он пришел, у него было золотое правило, как он говорил, чтобы было видно ноги. И это поменяло картину. Вот в плане фехтования есть какие-то базовые принципы, которые точно нужно соблюсти, чтобы картинка была классной? Основная базовая техника фехтования – это и руки, и ноги. Соответственно, если мы открываемся той или иной эпохи, мы должны соблюдать школу, в первую очередь школу. Второй момент очень важный – техника исполнения этой школы, которая не так просто овладеть человека с улицы, там уже даже каскадера или актера, она немножко другая. Идет большая нагрузка на спину, на ноги также. Ну, как бы, если я не ошибаюсь, Джеки Чан, кто первый, создал комедию в кунг-фу, работать с предметами, потому что он был важен, и работа ног, работа как бы ног, рук. А фехтование, если мы говорим вообще о фехтовании, то я считаю, для меня фехтование – это школа, в первую очередь. Понимаете, 17-18 век, 19 век. И для того, чтобы базис, так называемого, фотографический, был очень правильно настроен на камеру и правильное исполнение, это все очень долго репетируется, скажем так. И ноги, и руки – самое важное. Надо снимать все, и руки, и ноги – очень важно, в кадре. И сразу не идут. Есть просто у артистов ноги слабые, а есть руки слабые. Вот тогда я говорю одну простую вещь – снимите актера в силу его способности. Пусть он сделает лучше 4 движения классно, чем 16 никак. Вот это как раз вопрос, куда я пришел перейти. Если, скажем, персонаж по книге, по фильму он филигранный фехтовальщик, а актер – ну нет. Вот он больше в драму. И вот как в такой ситуации вы? Если актер хотя бы умеет, ну, хотя бы какую-то базу прям выполнить прекрасно, то пусть он выполняет, ну, вот в силу способности. Вот получается так, вот лучше это делать так. Ну, это все-таки такая филигранность идет на театр. А в кино дублер подыграет, рука подыграет профессионала, ну и так далее. В общем, как-то так. Я лично за то, чтобы актеры выполняли все сами. Кстати, хочу заметить, что в проекте «Этерна» – это удивительная история. Здесь так команда подобрала общий состав ансамбля актеров, что каждый актер выполняет сам. Ну, понятно, что они без подготовки, но это прекрасно, что они работают сами без дублеров. Это просто прекрасно. Это меня очень радует, это чудо какое-то. Ну, вот мы сегодня здесь с 10 утра, вы почти 7 часов снимали фитовальные сцены. Скажите, это вообще долго, недолго? Это очень быстро. Это очень быстро, да. Это, слава богу, это повезло, что быстро мы снимаем. Такие сцены снимаются как минимум неделю. Как минимум неделю. То есть от 3 до 4 дней, потом тире, там, неделю, чтобы создать эту композицию. Сколько времени требуется на репетиции? Ну, по-разному, сколько давали. Вот с актером мы занимаемся от 8 до 10 уроков. Строили композицию порядка 3-4 дней. Не так долго, но для российского кино это нормально. Это нормально. Не буду вас больше спрятать. Последний вопрос. Скажите, на ваш взгляд, если хочется посмотреть эталонные фехтовальные поединки, какие это фильмы? Какой фильм? Ну, я не знаю, какое слово вкладываете под эталонный поединок, потому что зрители никогда не разбираются, в каком фильме как фехтуют. Для зрителя все фехтует везде одинаково, по сути, да. Никто же не разбирает там школок и так далее. Но я вам скажу, что это как бы эталонные много фильмов таких хороших, где снято хорошо фехтование. Я своим студентам говорю одну простую вещь. Посмотрите фильм «Дуэлянта» 1978 года, в котором как раз вся суть не фехтования, а в том, как его играют. Когда актеры играют в фехтование, для меня это как бы самое важное. Ну и, конечно, Ричард Лестер «Три мушкетера», вот эта вот история. «Три мушкетера», потом «Четыре мушкетера» и «Возвращение мушкетера» 1989 года. Вот это для меня, как бы сказать, эталон правдоподобия. А все, что касается других крутых постановок, красивых, конечно, они радуют глаз, конечно, они соответствуют такому понятию, как кино. Вот и все. Большое вам спасибо. Спасибо, Максим. Спасибо. Спасибо. Больше отвлекать Виктора я не решился. Человек работал 7 часов, и сейчас между ним и обедом стоял я. На рапирах я бы его точно не вывез, а сабли под рукой не было. Для большинства из нас киномир – это параллельная вселенная, которые мечтают прикоснуться хоть на минутку, хоть кончиком пальца. На актеров смотрят, как на небожители, на них равняются, им завидуют. Работа у тебя – сказка. По большому счету, торгуешь лицом, выдаешь заученные фразы. А в итоге такой крутой, красивый на большом экране. Все тебя любят, еще и деньги платят, и, вероятно, не маленькие. Но стоит провести один день на съемочной площадке, и вся эта идеальная картина рушится. Это реально сложный труд. Представься, что тебе нужно отыграть одну короткую сцену 20 раз подряд, а может быть и 50. Потому что сначала снимаем общий план, потом крупный, потом с акцентом сюда, потом сюда. И даже если ты не затупил, не запорол дубль, и все получилось классно, все равно снимаем еще раз. Потому что хороших дублей нужно иметь много с запасом. Ну, на случай, если, скажем, на постпродакшне выяснится, что в кадр влез стаканчик Старбакса. Или вот с этим дублем все классно. Нет стаканчика, но пиксель битый. Теперь представь, что сцена боевая, по сюжету тебя бросают на пол. И ты упадешь раз 50. И натурально. Потому что если не натурально, то не поверят. Короче, работа актера не сахар. В общем, что я увидел в тот день? Прямо сейчас снимается российский проект, за который, наверное, не будет стыдно. В общем-то, увидел я немного. Декорации и постановку боевой сцены. Но к этим двум аспектам отнеслись очень ответственно. Кроме того, на канале у историка Клима Жукова есть видео, где он хвалит экранизацию за подход к матчасти. Доспехи, оружие, шмотки. Таким образом, можно надеяться, что вдумчивый подход это базовый принцип создателя сериала. И к другим важным аспектам. К актерской игре, к режиссуре и сценарии он также будет применен. На показ крестим пальцы и ждем сериала «Отблески Этерны». На этом все. Пока. Ну, я просто помню, что ты прям взрывался на площадке. Что ты стоял такой, типа, пустить меня, пустить меня. Ты же помнишь, что там было? Они ставили сцену, и пацаны не могли движение поймать и сделать. Ну, понятно, что им тяжело. Как бы у них есть какие-то навыки сценического фехтования, но у них нет столько опыта, сколько у реального спортсмена. И да, я там как бы сидя за кадром, уже понял, что от них хочет постановщик и был готов это исполнить, просто потому, что у меня спортивный опыта больше, чем им лет. Типа там пацаны, сколько им лет? По 19-20, да? 21, наверное, сейчас. Ну, вот, а у меня спорт, типа, там, 26. Ну, понятно, что я просто лучше эти вещи могу сделать, но в то же время там у некоторых реально очень гармоничные движения. Ну, ты помнишь, там этот кучерявый, да? Ну, вот, тем более нам же сказал этот Виктор, что магия кино способна из актера, который плохо фехтует, создать персонажей, которые фехтуют хорошо. Ну, тогда, да, по сути, нам все равно. Ну, как на их навыки фехтования... Да, я думаю, что все равно это больше... С хорошим постановщиком нам, по сути, как бы по барабану. Более того, большую часть, ну, будет плохо, если они играют плохо. А как они фехтуют, это реально не так важно. Ну, там, блин, на крупном плане будут дублеры, потом на... Точнее, на общем плане будут дублеры, на крупном возьмут лица. Нормально все будет. Я сам только недавно начал читать, и сейчас нахожу. Читать вообще. По слогам. Это фэнтези... Фэнтези, ты, сука, соберись, да ты че? Замысел персонажей сюжетной линии. Еще раз, еще раз. Причем здесь все это? Еще раз. Причем здесь все это? Еще раз, причем... Еще раз. Еще раз. Причем здесь все это? Еще раз. Я уже вижу эту нарезку. Еще раз, еще раз. Короче, как учили в 17 веке. Типа, ты встаешь так, провоцируешь оппонента, он ведется, и тогда ты контракуешь так. Сейчас в спортшколах так не учат. Учат более глубинным принципом. А тогда было, ну, типа, знаешь, на уровне каких-то заплетух. Ты показываешь так, чувак реагирует так, ты его колешь так. А если он реагирует не так? А? И даже если ты не затупил, не затупил, вот так вот. В общем, что я увидел в тот день? В общем, что я... В общем, что я увидел в тот день? Создатели сериала. И к другим важным аспектам. Режиссуре. Сцена... Таким образом, таким образом, можно надеяться, что...